Вкратце за союз хочу сказать. У нас Старопольский союз работает 5 лет, в этом году у нас юбилей, поэтому мы решили расширить наш такой формат. Мы в год проводили, Виктор Корнеевич сказал, 2-3 семинара, традиционно у нас в июне начальник, в конце августа и теоретически проводим зимой, когда уже обсуждаем те результаты, которые мы получили, уже в помещении где-то, делимся опытом, в общем делаем такую большую работу, чтобы эти знания быстрее шли в производство, если они пойдут в производство, будет производительность труда выше и в конечном итоге люди станут лучше жить. Занаутил, закончил университет 6 лет назад и наутил практически в институте, нам никто не говорил ничего, как-то конеч заразил мне этой идеей, сейчас я стал индейным человеком. Я считаю, что мы взяли почву в долг у своих детей, вот за детей, 1 июня у меня родился сын, и я хочу, чтобы нашим детям мы оставили здоровую почву, вот. Потому что эрозия сумасшедшая, я вырос на востоке края, родился, у нас там, когда пройдут ливни, у нас имеют ливневый характер осадки, промоины такие, что я только один раз говорил, не проедет Кировец. Вот, поэтому мы делаем такое, я считаю, хорошее дело. О селках. Прошу прощения. Значит, селок очень противоречивый вопрос, я не технарь, я агроном, вот. Хочу вкратце рассказать с точки зрения, наверное, агрономии, мое мнение к этому вопросу. Дальше, пожалуйста. Так, у меня же есть, да? Я буду листать. Так, назад. Чтобы не листать. Сюда листать. Так, ну, все вы думаете, знаете, что у нас требования агрономических сил. Это обеспечит оптимальный контакт семян с почвой, не допускать попадания половы, соломы, воздержания проблем, связанных с их токсичностью, выделяется фенол и так далее. Оказать минимальное воздействие на почву с целью сохранения структуры и плотности. Необходимо разделить семена, удобрения, выделяя. Это лучшее, чтобы не повреждать семена. Дальше. Все мы знаем, существует три, в принципе, рабочих органа. Это анкер, дисковый сошник и дисково-анкерный. Ну, дисковый еще делится на двудисковый и там дифазный сошник и так далее. Что касается анкерного сошника, много дискуссий возникает. Хочу кратко рассказать за их недостатки и преимущества. Конечно, это недостаточный контроль глубины посева и вероятность нагребания пожнивых остатков. Все вы сталкивались с этим, чуть посырело. Где больше остатков, анкерная селка начинает нагребать. Сильно повреждает поверхность почвы, идет иссушение. Преимущества. Конечно, она идет анкером, перемещает растительные остатки из пассивного ложа. Пассивное ложа у нас чистая. Соответственно, никакого таксистности нет. Значит, больше подходит под гонкосемянные культуры. Вот, я так считаю. Может быть, это в Канаде только, но в условиях холодного климата. Часто используют в Сибири ее. В условиях холодного климата. В Канаде раб селек только анкерами. Но у нас другая чуть-чуть история. Значит, на мой взгляд, с анкерными сошняками не совсем подходят именно для систематического прямого посева. Если мы идем в наших условиях, в юго России или Крыма, на систематический прямой посев анкерный сошняк можно иметь в наличии, но все там, где мало пожненных остатков. Ну, яркий пример, это посевной комплекс Amazon DMC. Значит, очень точный высев, на самом деле, очень точный высевающий аппарат. От всех слышал. Не заминает соломы, сеет чистое семиложи. Недостатки. Невозможно сеять, я уже сказал, по крупным растительным остаткам. Нарушает целостность почвы. Ну, еще сейчас появились амички. Вот, люди уже известны. Ставится спереди сошник, ну, не сошник, а резак. Потом идет анкер и прикатывающие колеса. Но такой вариант еще приемлемый, мы не считаем. Дальше, пожалуйста. Я буду говорить, наверное, не работает. Ну, вот здесь, это в Курском районе осуществлялся посев рапса. Дальше, пожалуйста. Вот, получится, в принципе, хороший рапс, но повыше не стернее. Анкерный сошник, а хорошо сеял, он получил 3 тонны с гектара. Дальше, пожалуйста. Это вот посев по рапсу пшеницкой. В принципе, хорошо сеет, но кодомало растительных остатков. А идеология наша такая, у нас побольше накопить растительных остатков, чтобы они защищали биоту, почву, накапливали влагу, не давали испаряться ей. Поэтому, в принципе, эта система, мне кажется, противоречит идеологии ноутин в целом. По крайней мере, на юге России. Дальше, пожалуйста. Монодиск, недостатки. Идет заминание соломи, в особенности кукурузы. Но стало значительно меньше после применения деструкторов соломы. Вот у нас здесь есть люди, которые применяют деструкторы. После промежутка определенных лет, уже такого заминания нет. Значит, невозможно посеять локосемянную культуру на мелкую глубину. Лен, рапс и так далее. Высокая вероятность контакта семян с половой. Это мы замечали тоже. Больше вращающихся частей. По сравнению с анкером, конечно. В Дудийского еще больше. Преимущество. Минимальное порождение поверхности почвы. Невидимый посев. Все мы знаем, это самая красивая картина. Когда прошел Монодиск, у нас практически не видно, что прошла селка. Минимальное порождение почвы. Возможность аккредитировать с тракторами мощность мощности. Нет необходимости. Низкий расход топлива, соответственно, 4-5 литров на гектар уходит на посев. И высокое качество сных узлов. Долговечность работы. Дальше, пожалуйста. Ну, яркий пример, это селка Джон Дир 1590. У нас в крае очень много их работает. Дальше. Это пример у нас выпускала еще с самого начала Берегини. Ну, сейчас уже, насколько я знаю, не выпускают. Тоже Монодиск. Дальше. Монодиск. Работа тоже Монодиска. Это кейс ПРД. Это тоже видим, да? Прошел агрегат. У нас, в принципе, минимальное нарушение почвы. У нас никакого испарения не будет. В принципе, ну, вопрос заминания. Но, опять-таки, он решается, в принципе, деструкторами. Вопрос выбора. Дальше, пожалуйста. Вот здесь показан посев Гороха. Это Хлеборог Петровского района. Видим, да? Такую картину, ну, кажется, часто наблюдали. Монодиск. Там, где пожнивые остатки, ну, происходит вот такая вот. Вот такая картина. Идет выпады. Дальше, пожалуйста. Вот еще один пример. Это Тобин. У нас всего, по-моему, их два в крае работают. Это Бладеновский Благодарный. У нас здесь есть человек, который работает везде. Что можно отметить? Недостатки. Диск сеет под углом. Двудольным сложно выносить с себя долей. Уменьшается скорость. Он наклонен немного. Междурядие 30 сантиметров. Подходит не для всех культур. Далеко не для всех культур. Преимущество. Высокая производительность. Большой диаметр диска сошняка. Меньше контакта сошняка с тегулирующими колесами. Больше пространства не забивается. Больше подходит для посевов осенью. Все это сухую почву. Разработан в засушенных условиях Австралии. Дальше. Вот здесь показан посев Тритикали. Это у Благодарнского района. У Серикова. Получил здесь посев 8-кроварный гектар. Очень такая малая норма высева. Получил 50 сантиметров с гектаром. Дальше просто. Был дождевый год, конечно. Тоже Моносейский, Танзи. Дальше. Тоже вот такая конструкция. То есть, конечно, контроль глубины идет идеальный. Идет нивелирующее колесо. Дальше, пожалуйста. Вот, к примеру, человек посеял, не заморачивался. Покупать зачем широкорядную сейлку? Если можно посеять сплошняку, получил 15 сантиметров. Одной сейлкой не надо покупать. Кукуруза не растет в этих условиях. Дальше, пожалуйста. Боочосу, кстати говоря, посеял идеально. Боочосу сеет молодец хорошо. Значит, вот здесь пример тоже посева уже сплошным способом посева. Хотелось немножко сказать тоже. На 38 сантиметров, этого Кавказ. Вот, три года Кавказ дает на 2,5 примерно центнера больше урожая, чем посев босонщика между ряде 70 сантиметров. То есть, есть посева, есть опыт такой посева совместно с удавлениями смешивают, чтобы равномерно была расстановка. Вот, где-то 3,5 килограмма гектара подсолнечника, 60 килограмма сульфамофоса. Вот, замечено то, что подсолнечка в бесплошном способе посева, он быстрее смыкает рыбки, соответственно, меньше испарения, сорняки и так далее. Дальше, пожалуйста. А вот это интересный опыт уже в этом году. Человек, Хадыга Александрович, здесь присутствует его сын. Значит, здесь мало растительного остатков, это темнолеская. Здесь барашки вытоптали, значит, прошел град. Но что интересно, он сделал сам, переоборудовал селку на 45 сантиметров. Я считаю, что это идеальная расстановка. Вот такая вот расстановка именно подсолнечника. Думаю, что он здесь получит хорошее урожание. Дальше, пожалуйста. Это другой пример. Здесь 52 сантиметра. Асгард, Калмыкия, Джерамди. На 52 сантиметра посел человек. То есть, в принципе, считаю, что такое междурядие вполне приемлемо. Может, даже покажет лучше урожайность, чем при широкорядном посеве. Но всем известно, да, не знаю, это правда, нет, что 70 сантиметров была ширина лошади, так сказать, ее задней части. Поэтому у нас 70 сантиметров междурядия. Вот, дальше, пожалуйста. Это вот, как говорится, то же самое, но сбоку. Дальше. Значит, селка джонтир 17-40, 12-рядная. Что здесь можно отметить? То, что те заказные разгребатели соломы, которые заказываемы, они крепятся в неподвижном состоянии. Соответственно, если почта влажная, она начинает налипать соломой, забивается. Образуются такие просто картошечные, как их назвать, картофельные грядки. Дальше, пожалуйста. Зависит? Вот образуется такая кармета в урожайном. Ну, тут вопрос разгребателей, но я дальше скажу немножко. Что хорошо? Конечно, то, что мы раздвинули соломку, если у нас влажные условия, они как солдатики, появились быстренько, ровненько, меньше слизни от аплазии. Конечно, приятно это посмотреть на всходы, но дальше, пожалуйста. Но по влаге. Это мы урожайном делали, бурили там, где саму лунку и рядом, в междуряде. Получилось, что на 10% влаги, это 7 августа, когда, в принципе, что уже налив, цветение, налив даже, влаги было меньше. То есть выбирайте сами, попки и условия. У кого условия повлажнее, ставьте, у кого посуши, задумайтесь. Дальше, пожалуйста. Это вот, переписываемся с разными людьми, с Башкирии, вышел на связь, на союз. Значит, звонит мне вчера, говорит, советовался ранее со мной, у меня вот есть целина, перешла ко мне, хочу посеять. Как зайти? Я говорю, посей подсолнечник. Начал сеять, я говорю, поставил разгребательные очистители рядом. Да, сейчас там не нашел, туда, сюда, посеял, звонит мне, до 2 мая посеял, вчера звонит. Что-то долго, всходы всходят, долго. Присылал фотографии, так у меня там такая масса растительных остатков, соответственно, прогревания меньше. Такого ты ждешь быстрого появления схода. Надо было поставить. Ну, да, надо было поставить. Ну, как бы не поставить. Дальше. Что хотелось еще отметить, если касаться пропашной культуры или широкорядных, решение. Человек сел с Орга, не совсем у него получалось, не получалась расстановка. Орга, Сорга очень некомкурентна к сорнякам, особенно с лаковым. Заказал диски вот такие. Диски, по-моему, на сеялку комплект стоит 16 тысяч. Поставил. И получилась хорошая расстановка. Орга, Сорга, Гаспарда, сеялка. Следующий, пожалуйста. И вот такая получилась расстановочка. Ну, в принципе, видно то, что семена разложены, нормально, растения, дальше, пожалуйста. Это Адыка Александрович. И получил в прошлом году 3,5 тонна зектара. То есть, одно решение. Ну, конечно, кто-то может сказать, что там попал у него дождь. Рядом ребята с энергомерами говорят, что у них не получилось. И так далее. Ну, может быть, они раньше просто посели. А он посеял где-то после 10 мая. То есть, сейчас мы рекомендуем после 10 мая сеять. Потому что она сидит, Сорга там, злакый, что называется, пруд. Долгу нет. Надо сеять его после 10 мая. Дальше, пожалуйста. Что касается дефазного сошника. Слушал разные мнения. Смотрел литературу, интернет. Все-таки считаем, что дефазный сошник лучше работает в ранней, рано весной. Горох, овес, ячмень. И вообще, в принципе, по влажной почве. С опорными колесами для распечения равномерности глубины. Почему? Потому что колоток. Стефан Стефанович не даст соврать. В этом году он пытался посеять. Весна у нас была влажная, задержная. Остался посеять в бертинии. Хорошая селка, вопросов нет. Но колтор начинает кидать на сошник. Сошник забивается. И пошло. От дефазного сошника, следующий, пожалуйста. Ну, это яркие представители дефазного сошника. Селка Джорджи. Она заходила к нам с самого начала. Дальше, пожалуйста. Ну, вот он, этот диск. Получается, один спереди, другой сзади. Разное угловое вращение получается. Пожнивные остатки удаляются. Никакого контура спереди нет. В принципе, получается идеальная расстановка для роха. Дальше, пожалуйста. Ну, вот так вот для роха выглядит в почве. Никакого там остатков никаких нет. Аккуратно разребли. Дальше, пожалуйста. Это работа дефазного сошника. Чуть-чуть, конечно, он травмирует больше почвы, нежели молодец. Мы знаем, потому что молодец Кофье, можно его не заметить, что прошел. Здесь видно. Дальше, пожалуйста. Это значит, что хотелось бы обратить внимание. Вот поделился информацией с нами. Это хозяйство в Кировском районе. Уже давно занимается ноутилом. Значит, сделали, сделали, что касается видопождиных остатков. Хочется коснуться. То, что со временем их, скажем так, сопротивление становится меньше. Разрезание лучше. И получается, из-за чего? У нас накапливается вот эта вот органическая масса на поверхности. И налипания значительно меньше. Кто начинал с ноутилов, все, наверное, знают. Начиналось все с налипания, когда мы не можем зайти в поле там. Уже давно отселись. А кто уже сейчас, наверное, уже горох начинает раньше сеять, чем соседи по классике. Тут то есть что произошло? За 15 лет, за 5 лет, прошу прощения, было в 6500 тысяч гектаров с низким содержанием, обеспеченностью гумуса. В 2020 году стало 4000 с средним содержанием гумуса. То есть это довольно-таки серьезные изменения. Проводил наверняка аккредитованный наш, либо это Арахим-центр, либо Росельхоз-центр. Это, кстати, соседнее хозяйство. То же самое, аналогичный результат и в соседнем хозяйстве. Тоже через определенную пружину климени. Вылечится содержание гумуса, органического вещества. Соответственно, было 96% с низким содержанием гумуса, стало 60% с средним содержанием. И, скорее всего, вот, и, конечно, конечно же, это то, что этот гумус, он, наверное, стабилизируется и потом пойдет, наверное, у него есть определенный предел. Скорее всего, невозможно такое, что он будет там беспредельно расти. Вот, дальше, пожалуйста. Значит, что касается тоже конструкции органических удобрений, или органики в целом, хочется... Проводили эксперимент такой, вносили 15-30-45 тонн навоза при боробе. Получилось, что, скажем так, самая большая рентабельная лекарь получилась и урожайность, и в соотношении затрат, это при внесении 30 тонн и тарт куриного помета. Дальше, пожалуйста. Ну, на 45 тоннах наблюдалось небольшое полегание. Много азота, питание, прием, соответственно, может полегать. Что касается тоже органических, еще коснусь. Вот мы были на Ростове, на конференции СПП, наверное, половина, даже больше половины времени уделялась покровным культурам. Серьезный вопрос, к которому мы еще не подошли. У нас только Тамашова, вот, перепелица с Реусейчиной продвинулись в этом вопросе. Серьезно. Мы пробовали, ну, скорее всего, нужно уже отдельный опыт. Это мы сеяли рожь после уборки кукурузы. Кукурузу брали, посеяли сразу рожь, чтобы она, ну, дернин образовала. И дальше, пожалуйста. Весной, весной, дальше можно. Весной сели по этой ржи уже дорог. Конечно, разница чувствуется. Здесь она по ржи шла без проблем, никакого там выковыривания, хорошая обструктура почвы, корешки свои дела сразу сделали, там было почвы, конечно, лепали. И, конечно, дали питание биоте, соответственно, углерод накопился в почве. Дальше, пожалуйста. Тоже эксперимент на этом жопотном поле. Делали, съели Вику яровую, а зиму, к сожалению, не нашли. Она потом вымерзла в зиму, но, тем не менее, накопила тоже массу. И покровные культуры получились, в принципе, достаточно хорошо. Дальше, пожалуйста. Это вот бесплатный азот нашей почвы дали. То есть убрали мы пшеницу. Где-то назад, назад, пожалуйста. Да, пшеница, все правильно. Пшеницу убрали под подсолнечник, посеяли яровую вивью. Дальше, пожалуйста. Вот, бесплатный азот, я уже сказал. Дальше. Ну и структура почвы, и биоты, и так далее. Неудачный опыт. Посеяли, значит, горох зимующий, после подсолнечника, под кукурузу. Посеяли, у нас такой получился, красивый, большой, ушел в зиму, вышел из зимы, ну, вытянули немножко, затянули, обработали грифосатом, ну, зараза, не умер. Остался, посеяли кукурузу, говорили, рассчитывали, сейчас там получим прибавку, вот, сегодня, наверное, пять. В итоге ничего не получили. Вот, конечно, вопрос с покровными культурами очень серьезный, который требует отдельного изучения, отдельная наука. Вот, врач надо было убивать, никому может добавлять там, еще какие-то приемы, не знаю. Ну, у нас угроза не получилась. Дальше. Вот у нас он там, через сколько-то дней, стоял вот такой. Ну, что хочется отметить, слева, видите, да, проходы, проходы были селки, видно, что расковыряло немножечко, здесь, конечно, никакого, все, корни держали. Дальше, пожалуйста. Такое эрозие там, не говорить, не стоит. Другие спецажки скуллтером. Преимущество. Лучше применять во влажных условиях все-таки. Аргентина у нас, мы знаем, потому что это в большей степени влажные условия. Здесь у нас сухие условия, соответственно, ковыряние идет, идет испарение влаги. Ну, наверное, все видели после дургизского сошняка. Ну, конечно, там наука еще в полторы, ну, это отдельный вопрос, не хватит дня, так сказать, все это обсуждать. В отличие от вододиска, подходит для посевов некосемянных культур, так как подрепляет почву, лучше контакт. Недостатки. Требует увеличения расходов на техническое обслуживание и повышает первоначальную стоимость. Ну, понятно, больше этих самых там подшипников, трущихся частей и так далее. Дальше, пожалуйста. Ну, вот недавно ездил с Ван Симановича, это он в Бертини посеял, хороший лен. Вот такая картина, это двухдисковый сошник с културом. Дальше, пожалуйста. Предшественник какой? Предшественник пшеницы, что такое у него, Стефан Стаманович. Здесь пшеница. Это так, как междуряд. Ну, конечно, надо сказать, что остатков было-то мало, то надоурожайности-то особо не было. В принципе, Монодиск хорошо справляется с этой задачей. То есть, я знаю, в Красносельском, в принципе, никакой разницы не было. А в том, вон, наоборот, еще Монодиск себя лучше показал, по сухим условиям. И Бертини. Бертини, я же сказал. Бертини. Нет, нет. Я говорю, вон, в хозяйстве Монодиск есть. В принципе, когда мало растительных остатков, сеет он хорошо. Вот это много, уже надо деструктор или деструктор. Вот что хотелось бы, что-то хозяйство сделает. Я вот услышал недавно, перекрестный посев у нас. Здесь 25 междуряд, я считаю, много это, вот, можно было погуще. Это перекрестный, есть люди, которые пробуют дальше, пожалуйста, заберите. Это посев Дон, 125 междуряд. В принципе, вот видите, никакого просева, никаких, это все вложит нормально. В принципе, посев человек хорошо. То есть, гудисковый сошник, не сказать, что он прям так сильно ковыряет, но ковыряет больше, чем монодиск. Дальше, пожалуйста. Это слева монодиск, слева гудисковый скульптор. Но признаться, то, что здесь тоже бывают такие ситуации. Вот здесь все-таки на монодиске больше. На монодиске больше такой вот картины, я так наблюдал. Вот, опять-таки, деструкторы. Дальше, надо применять. Вот селка, наверное, одна у нас, где у нас в крае работает Т-образный диск. Я ее сильно не знаю. Знаю, что только раз я приехал на поле, ребята ее только запускали, и тоже получилась грядка. Ну, как-то, может, не настроили, может, ее еще что-то. Вот, Крослотовский, вы знаете все, да, но это на вас, на отсутствие производства. Не знаю, как бы, стоит ли я давать такие деньги за такой угрегат, зачем, не знаю. Селка стоит очень дорого, 6 метров, таскает ее тяжелый трактор. Ну, не знаю, дальше, пожалуйста. Значит, что касается недостатков, отсутствия дилера, ну, как бы, есть уже дилер. Сложная настраиваемая дорого высева, высокая стоимость, сказал же, сложная система контроля глубины, требует 300 лошадиных сил при ширине 6 метров. Дальше, пожалуйста. Ну, идея хороша. Идея хороша, то, что разделить семена, и это удобрение по разные стороны. Дальше, пожалуйста. Вот здесь, это у нас проводились исследования, изучались разные предшественники подозимую пшеницу. Что здесь хотелось бы отметить внимание, то есть, 16-й год, ну, когда у нас, в принципе, влажные условия были, у нас схожесть по кукурузе уменьшалась. Соответственно, да, вроде бы, влаги много, вроде бы, должна быть схожесть выше, но у нас качество семы, видимо, не очень, поэтому схожесть меньше, когда влажный год получается. В уровне указалось, лучше должно быть. Ну, по предшественникам, если говорить, самый лучший предшественник у нас оказался соя, потом горох, потом эспроцет, и пшеница это самый лучший предшественник, чуть ли не два раза снижение урожайности по предшественникам зимой пшеницы. Дальше, пожалуйста. По културу, при посеве широкорядных культур, как правило, следует заклублять ниже хода сошников, для азима колоссовых все-таки используют больше култур с узкой волной, вот я наслышан о том, что для льна лучше все-таки использовать култур с широкой волной, подрыхляет больше, контакт лучше. Дальше, пожалуйста. Что касается широких култоров, это вот у Сергея Андреевича, стоял он, снял потом и заменил на следующий, пожалуйста. Уплотняет бороздку, вот, поменял наш неширокую волну и немножко в активном положении. Он подрыхляет и слегка и убирает соломку с борозды. Вот такой култур более приемлемый. Дальше, пожалуйста. Что касается темпа, там, насколько я знаю, нет култура. Его роль выполняют сошники, то есть, конечно, вся нагрузка, получается, идет на сошник. Вот, поэтому есть, опять-таки, хочу сказать, по селкам тоже, по опытам. Я перерыл литературу научную, я считаю, что ни одного научного системного опыта в Российской Федерации по сравнению сел и славянников. Есть попытки в Агросоюзе, это, наверное, знаете, многие Украина, они с 97-го года перешли на наукил в 4-м году полностью. Они там ставили опыт, но результата я не нашел. Это коммерческая тайна, ни что. Поэтому, здесь только мои, так сказать, наблюдения, мнения людей опытных. Поэтому, вот такое мнение есть, то, что уплотняется по раздастке. Но что хорошо, чистительный ряд крепится уже в плавающее положение. Нет вот этого грядки. Дальше просто. Ну, кстати говоря, что еще хочу отметить, этот, получается, спереди диск, который идет, удовременно относит, он вообще, по идее, стоит немножко сбоку, но в Красносельском были вот недавно. Мне говорят, взяли его, поставили все-таки спереди сошника. Почему? Потому что грязь добивается все, невозможно съесть. Поставили спереди сошника, в эту же бороздку. Темпа, преимущество, очистение ряда крепится, сказал уже, высокая скорость посева 15 км в час, благодаря принудительной доставке семян. Недостатка, севка тяжелая, происходит уплотнение борозды. Угол осаждения диска на сошниках большой, что также уплотняет лучше. Дальше просто. Но, красиво выглядит и хорошее урожай получили. Посеяние в это же так темпа, вот, получился вполне себе хорошее. Что вот я говорил о очистителях ряда, они были в плавающем положении, приподняты, везде солома закрыта, никакого испарения нету, разложены как солдатики, но здесь никакой эрозии не будет, никакого испарения не будет. Поэтому этот вопрос еще серьезный, требует изучения. Тут только мои какие-то мысли, какие-то видения того, что уплотняет. Ну, получился подсолнечный хороший. Дальше. Вот такой инструмент тоже есть люди, которые в Минераловском районе применяют. Они считают, что по тяжелым почвам лучше применить вот такой. Ушхозе доказали уже, что уплотняющиеся почвы выщелочные черноземы, они склонны к уплотнению, соответственно, их надо как-то взрыхлить. Но, видимо, не хотят за нее заморачиваться покровными, хотя, на мой взгляд, на этих почвах надо, наверное, все-таки рыхлить ее покровными культурами. Но проще, наверное, вот такой поставить клык. Вот. Идет спереди рез-резак и клык, исследуем сошники. Ну, как бы, вариант тоже. Дальше, пожалуйста. Что касается глубины заделки семян, все-таки сводится к мнению к тому, что глубина заделки должна регулируется на дивелирующих колесах, а не на прикапывающих. Прошу меня простить производители техники, на, время же, да, прошу прощения, мы спорим сейчас. Дальше, пожалуйста. Это были у Александра Анатольевича. Тоже за эту ошибку хочется сказать. Это была ошибка. Были 3 года до этого очень влажные. Решили, расслабились, решили посеять на сантиметр-два. Но в итоге дальше, пожалуйста. Она просто не лезла. Ну, не лезла, или там почвы такие, ну, и сошники тоже были немножко не... Дальше, пожалуйста. И получили вот такую картину. То есть глубина заделки для кукурузы, для подсолнечника, как бы ни было влажное, не влажное, я считаю, вложить на 5 сантиметров минимум. Дальше, пожалуйста. Что касается ну, пропустим, это на парах в этом году. Хотел сказать, что глубоко, конечно, заделали в этом году. Глубина заделки имеет большое значение. Дальше, пожалуйста. Поэтому осенью было мало исходов. Это опыт провели перетятка, Юрий Альбертович. Они делали разную глубину заделки, семян 3,5,9. Получилось, что где-то 3 сантиметра самая высокая сила роста, самая большая скорость провоста. Дальше, пожалуйста. Значит, что касается сорта и нормы высева. Тоже экспериментирую, тоже заканчиваю. Здесь получается четко что-то сказать нельзя. Ну, что можно сказать, то, что на конкретно. На Амофос идет большая... То есть на удобрение пшеница очень сильно реагирует. Ну, чуть не туда полез, заводовался дальше, пожалуйста. Вот. И по поводу ширины междурядия. Сделали опыт ребята в приборобии. Вот 38-19 междурядий и по сути получили одинаковую гружальность. Вот. Горох, конечно, лучше показал себе как предшественник. Здесь 51, 49, там 35, 34. Все-таки подсолнечник. Хотя в этом году по подсолнечку посеверим идет лучше. Что насыпать бункер, посмотрим. Дальше. Ну, здесь тоже сравнение села было. Дальше, когда пропустим уже в урго не буду. Дальше. Ну, рекомендации. По рекомендациям, конечно, если у нас получается, что при 38 сантиметрах у нас урожайность по сути не падает. Конечно, кажется, на первый взгляд большое оно. Но, в принципе, если мы увеличим междурядий, уменьшается расход топлива. Урожайность одинаковая, иногда выше. Дальнее насосник должно быть не ниже 180 кг. Диски большого диаметра предпочтительнее диски меньшего диаметра. Многие рекомендуют настраивать селку на твердом, на плотном участке поля. Дальше, пожалуйста. Что касается значит катков. Катков это сделано видео в Аргентине. Они там применяют все-таки катки. Я узнавал. Это достоверная вся информация. Применяют полным ходом. Рубят подсолнечник на ширину междурядия и сеют потом. Но есть и другие способы. Но они там этот способ тоже применяют. Вопрос, чего мы хотим добиться порванных семякроводов, пробитых шин или же получить мелкодисперсную фракцию, в которой он забьет ваши поры. Это уже убирайте сами, что называется. Дальше, пожалуйста. Что касается слизня. Дальше, пожалуйста. В этом году мы все ставим. Уже есть решение мелкограммулятора. Знаете, многие это кинза. сеют 3 килограмма на гектар примерно. Не 7, по крайней мере, уже себестоимость снижается. Можно применять, я тут написал тоже, это химический метод, но можно сейчас уже есть опытные данные применять хищную нематозу, слизня. И, в принципе, пока мнение, что сразу популяция стала меньше. Дальше, пожалуйста. Ну, заканчиваю. Есть ребята, которые в Старополе, не только Старополе, но и в Краснодарском крае, сеют, получают результат. Дальше, пожалуйста, тоже. Здесь вот такая пропашная сеялка. Поэтому, как-то поговорки, не все, все зависит от отношения. Значит, как-то в той поговорке, вот, дело было не в машине. Вот, поэтому отношение должно быть, соответственно, к самому качеству посева. Какой бы ни был монодейст, анкерный сошник, условия разные, поэтому надо, говорится, ко всему подходить индивидуально. Спасибо. Можно поговорить, что-то второе, один вопрос. Значит, давайте посмотрим на вот это, вот эта серка, Максим Шепелько, он здесь присутствует. Значит, вот здесь, значит, первый... Микрофон. Вопрос или рассказ? Вопрос такой. Я же не могу задать вопрос правильно или неправильно. Тут же надо подготовить вопрос. Поэтому здесь пять принципов нового тела, значит, один из них минимальное воздействие на почву. И вот эта сейлка, она это отвечает. Значит, вопрос к Расулу. Вот ты представил все сейлки. Что ты можешь сказать именно об этой сейлке? Вот посмотри на фотографию. Что здесь плюс и что здесь минус. Сзади не изучал эту сейлку. Ставил под конец своего выступления. Сказал о том, что есть и такие умельцы и наверняка получают вполне себе хороший урожай. Но видно то, что спереди поставили резак, насколько знаю. И даже анкер, если не ошибаюсь. Однодисковая сейлка, идет спереди резак, труба в трубе. То есть трактор едет и короче и сейлка. Как идет это? То есть нет бокового воздействия на сошники. Но мое мнение, если стоит резак спереди, это понятые. Нет, нет, это не резак, это диск, разрезающий диск. Он гладкий. Так, уважаемые коллеги, мы на кофейных пущих нельзя рекомендовать людям чего-то, стали не понимая. Давайте не будем заострять на это внимание. Я предлагаю, так, у меня по времени уже прошло, он будет здесь с нами рассылось, с какого-то вопроса появится, подойдете и выявите тогда свои вопросы. Хорошо?